Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики. С вами Борис Борисов и я рад вас приветствовать на канале 7 семян. Тема данного видеоролика это неприхотливые многолетники, которые способны украсить любой уголок сада. Разберем сегодня с вами как и солнцелюбивые многолетники, так и тени любивые, поэтому подобрать можно будет для любого уголка вашего сада. За моей спиной вы можете видеть мой прекрасный сад, начало августа, алтайский край, все еще благоухает яркими красками и три месяца без дождей не прошли бесследно. Конечно растения все такие приземленные маленькие, но уже вот несколько дней идут настоящие тропические ливни. Конечно я этому безумно рад, растения сразу поменяли даже свою окраску. И для того, чтобы создать малоуходный неприхотливый сад, конечно нужно подбирать растения для себя, для своего климата. И поэтому в этом ролике я постараюсь вам быть путеводителем по таким неприхотливым многолетникам, которые хорошо зимуют достаточно, которые легко переносят засуху, переувлажнение. Как не мне рассказать вам об этом, мой участок с периодичностью раз в несколько лет затапливает талыми водами. Самая глубокая точка составляет 3,5 метра. И под такой толщей воды находятся многолетние растения, которые благополучно переносят такое вот затопление в течение нескольких дней или даже недель. И весной, когда талые воды приходят обычно к конец марта, начало апреля, и уже в конце апреля, в начале мая многие из этих многолетников радуют своим цветением, своей живой красивой зеленой листвой, может быть даже не зеленой. Опыт садоводства у меня достаточно большой. И конечно же мне бы хотелось что-то переделать в своем саду. Сама природа диктует о том, что же посадить, а что убрать из сада. Потому что многие растения не переносят наших аномальных зим. Предыдущей зимой минимальная температура у нас составляла минус 52 градуса. Растения благополучно перезимовали и радуют в этом сезоне. Первое, что хотелось бы мне затронуть в данном видеоролике, конечно, растений неприхотливых и многолетних достаточно много. Но многие из них нужно постоянно делить. Многие из них постоянно необходимо обрабатывать. Например, вот скажем, очень неприхотливое растение это флоксы. Да, флоксы мы все любим, они очень красивые. Но постоянно на них нападает серая гниль. Постоянно их нужно опрыскивать от мучнистой росы. И если этого не делать для профилактики, они полностью покроются мучнистой росой. И мы с вами увидим только одни цветочки. Листьев не будет. Конечно, это не есть хорошо. Растение выглядит нездоровое. А нездоровое растение портит весь вид сада. Поэтому флоксы постепенно я из своего сада убираю. Осталось всего несколько экземпляров. И постоянно возле них нужно танцевать танцы с бубнами. Поэтому я думаю, что может быть и от флоксов я избавлюсь постепенно со своего участка. Конечно, можно было бы затронуть тему вертикального озеленения, где фаворитом, конечно, выступают клематисы. Но клематисы, я бы не отнес к самым неприхотливым растениям. Дело в том, что они не терпят, вообще совершенно не терпят вымокания. И различные корневые гнили, они, скажем так, спутники клематиса. Поэтому от клематисов я бы хотел вас перевести. Также к семейству Ломоносовых, которым относится княжек. Княжек очень неприхотливая лиана, очень сильно. Которая не требует обрезки, не требует на зиму укрытия. Также оставляем полностью всю вот эту вот шапку, которая наросла за лето, все эти плети на опоре. И отлично весной это все пробуждается. И сразу весной с мая месяца уже обильное цветение. Цветет княжек два раза за сезон. Первое цветение, как правило, это у нас с середины мая до середины июня. По крайней мере, это так у меня происходит. Затем княжек наращивает зеленую массу. И уже на этих молодых побегах у нас образуются новые цветочки. Конечно, цветение не такое обильное, как весеннее. Но все-таки это очень хорошая альтернатива клематисам. Неприхотливая, красивая лиана. Давайте перейдем к ней и посмотрим ее поподробнее. Непосредственно само цветение княжек. Вторая волна, она не такая обильная. Такие единичные цветочки. Очень красивая, очень неприхотливая лиана. Вы посмотрите просто, какая нежность. Есть различные оттенки, есть белый княжек, малиновый, розовый, голубой, синий. Не скажу, что их очень много сортов, но у меня два сорта. Один есть маленький, это белый княжек. И вот такое взрослое растение, которое в прошлом году мне пришлось обрезать полностью под пень. Потому что у меня здесь была перестройка. И за полный календарный год выросла просто такая махина. Если дать ему опору выше, у меня опора всего 2 метра, он может выдать длину плети, наверное, метров 5. Я думаю, что точно он выдаст. Плюсы и минусы данного растения. Конечно, можно отнести княжек к агрессивной лиане. Поэтому это может быть как плюс, так и минус для данного растения. И к тому же на него очень любит нападать мучнистая роса. Для того, чтобы этого не происходило, обязательно производим профилактику от болезней в течение сезона. И если уже у нас появился враг, то мы обрабатываем с вами препаратом скорый или чистоцвет по норме, которая указана производителем против мучнистой росы. Как размножается, рассказываю. Во-первых, размножается делением куста. Это первое. Второе. Размножается черенкованием. Черенкуем также, как и клематисы, как и другие кустарники, многолетники в чистый песок. Очень хорошо черенкуется. Приживаемость у меня примерно 90, даже до 100% доходит у княжика. Также знаю, что размножают семенами. Честно сказать, семенами не размножал. Мне проще черенками, либо делением куста. Очень красиво лианая. Закрывает какие-то неприглядные места. Можно украсить любой уголок сада. Очень красиво. Возьмите также себе на вооружение. Смотрите, красотища. Следующий представитель неприхотливых многолетников – это гелиопсис. Гелиопсис – очень красивое, эффектное растение. Оно у меня низкое. Потому что в прошлом году осенью я его пересаживал. И растение, скажем так, восстанавливается. На следующий сезон это будет уже растение высотой около 1 метра. Такие яркие солнышки, которые очень хорошо себя чувствуют на ярком открытом солнце. Неприхотливый многолетник. Растет на одном месте в течение 5-6 лет. Размножается делением куста, а также самосевом. Очень много образуется. Вот у меня, например, вариегатный сорт. Пестрые листья. Также есть гелиопсис, у которого простой зеленый лист. И растение, которое имеет вариегатную форму, дает семена, расщепление семян. И получается, что при пассиве будут у нас растения как с пестрым листом, так и с обычным зеленым. Очень красивый, неприхотливый многолетник. Еще не раз данный уголок не попадал в обзор камеры. Это мой любимый хостари. Я очень люблю хосты. Но кроме того, что здесь растут самые неприхотливые растения для тени и самые благодарные, как хоста, также здесь есть и другие тени, выносливые растения, тени, любивые растения. Это бузульники. Бузульники очень-очень красивые. Они ценятся за свою листву, ценятся за свое цветение, за свою неприхотливость. Сейчас мы с вами посмотрим некоторые сорта хосты. Хосты, они разнообразны. Листва совершенно яркая, контрастная, сочетаются практически со всеми растениями. Можно посадить просто одни хосты разного сорта. У нас получится, скажем, такая монопосадка мини-хостарий. У меня хостарий достаточно такой немаленький уже. Он растет уже здесь. Растения некоторые растут по 7 лет. И мне его, конечно же, этой территории мало. Здесь тень, полутень. И я решил продлить. Теперь у меня будет хосты еще высажено больше. Покажу вам сейчас некоторые мои самые любимые сорта. А также с вами посмотрим на бузульники. В данной композиции находятся два сорта бузульника. Это бузульник Пржевальского. Он уже, к сожалению, отцвел. Он цветет в июле месяце. И сейчас на смену ему приходит бузульник, который называется Отелло. Он имеет такой вот, смотрите, какой яркий-яркий лист. Какие у него такие вишнево-фиолетовые черешки. Цветение у него в форме ромашки. Такое вот корзинка. Цветение корзинка. Как хорошо они гармонируют между собой. Разные сорта. Можно посадить просто разные. Также бузульники. И они будут радовать вас с самой ранней весны и до поздней осени. Достаточно хорошо переносят заморозки. И поэтому легко восстанавливаются. Это очень обильное растение. Очень мощное. И для того, чтобы оно таким было, его необходимо посадить в полутень и хорошо поливать. Единственное то, что необходимо создать, какие условия для бузульника, это полив. Полив и, конечно же, подкормки. Не забываем кормить наши растения. Поблагодарить их за то, что они дарят нам такую красоту. Из единственных врагов, которых я, наверное, мог бы отметить для бузульника и для хоста, это, конечно же, слизни. Много было проведено разных опытов, чем же обрабатывать. Что же, все-таки препарат слизниет и гроза. Самые такие эффективные. У нас было очень сухо, но вот уже неделя практически идут дожди. И, скорее всего, скоро у нас появятся слизни. Поэтому везде скоро разбросают данный препарат. Слизниет либо гроза. От улиток и слизней. Маленький кусочек хостария, где растет моя самая любимая хоста, которая находится в кадре по центру. Эта хоста называется Капитан Кирк. Растет на данном месте она уже 7 лет. Очень люблю данный сорт. Очень мощная. Она в диаметре уже практически полтора метра. Неприхотливая. Очень такой вот, знаете, необычный у нее цвет. Конечно же, он имеет переход. И что бы я хотела отметить. Вот вы можете увидеть, конечно, эти вот подсушенные края. Это следствие того, что у нас все-таки не хватает влаги. Влагу, которую, например, нужно обязательно кидать под нее шланг. Потому что листья очень плотные. И влага, она не попадает под куст. Поэтому это стало следствием того, что не досмотрел немного за ней. Но если провести чистку, хорошо ее полить, подкормить, и хоста будет еще краше. Поэтому сорт Капитан Кирк, это просто моя любовь. Всем вам его рекомендую. Возьмите на заметку. Данный выпуск был бы далеко бы не полным, если бы в него не попали лилейники. Лилейники очень неприхотливые. Растут на одном месте очень-очень много лет. И, вы знаете, они даже агрессор, я бы сказал. Если дать им хорошую почву, то они могут вырасти, куртину образовать буквально за несколько лет, которую не обхватить даже руками. Мои лилейники также растут всего, наверное, года три на данном месте. И они показывают сногсшибательный результат. Различные оттенки, неприхотливые, не повреждаются. Мыши их не едят. Например, если у нас постоянно съедают мыши лилии, то с лилейниками это не происходит. Не любят их мыши. Не знаю, почему, честно сказать. Я думаю, что многие знают, а может быть и нет, что у лилейника цветок цветет всего один день. Но из-за того, что растение взрослое, у взрослого растения очень много цветоносов. И на каждом цветоносе очень много бутонов. Они раскрываются постепенно. И поэтому цветение, декоративность самого растения будет примерно месяц-полтора. Это очень хороший результат. Цветов сейчас, расцветок, оттенков лилейника очень много. У меня, наверное, растет сортов только около 20. А на этом, дорогие друзья, заканчиваю данный видеоролик. Если для вас он был полезным и интересным, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал 7 семян. Увидимся с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok